Мы рады вас приветствовать в студии Школы Здравого Смысла. И сегодня у нас в гостях Евгений Юрьевич Варшавский. Советник Российской Федерации третьего класса. Человек, который непосредственно в свое время принимал участие в создании проекта Конституции Российской Федерации на момент 1993 года. И у меня в связи с этим вопрос к Евгению Юрьевичу. Евгений Юрьевич, во-первых, рады вас приветствовать в нашей студии. Добрый вечер. Евгений Юрьевич, вы слышите нас, да? Да, да. Добрый вечер. Мы рады вас приветствовать в нашей студии. Скажите, пожалуйста, можно ли сравнить нынешний кризис с тем, что происходило вот в начале 90-х? Или ситуация, скажем так, лучше и перспектива у нас более благоприятная, или же ситуация хуже и перспективы наши, скажем так, менее такие яркие? Я, с вашего позволения, чуть уточню. Конкурс такой неформальный. А в результате в 93-м году в декабре приняли совершенно другой проект, который никогда на Верховном Совете не обсуждался. Что это чисто справочно. Соответственно, в принципе, тот политический проект, который был реализован в 90-м-93-м годах, это, в общем, то, что мы знаем как разрушение или распад СССР, этот проект свой ресурс исчерпал. Ну, как я, если правильно помню, молод ведьм, то договор с дьяволом всегда срочный, и этот срок не превышает 25 лет плюс 5 лет инерции в крупных проектах. Вот эти как раз годы истекли, и сейчас Российская Федерация находится, в общем, в положении, которое, с моей точки зрения, выхода в рамках существующих внутренних российских правил, такого выхода не существует. В любом случае потребуется фазовый переход, потому что смысл Российской Федерации – это разрушение геополитического конкурента, наших геополитических соседей, вывоз ресурсов и ликвидация потенциала возвратного, чтобы больше здесь ничего не росло. Все эти цели успешно достигнуты, но сейчас все, что вывезено из России, из СССР, уже проедено, а промышленность, как индустрия, как комплекс уничтожена. Все остальное – это импорт разной степени локализации. И поддерживать конструкцию, построенную на продаже чужого, больше невозможно, потому что надо жить как-то на свое, а свое надо либо добывать, либо строить. И то, и другое, в общем, строить свое мы как-то не научились за 30 лет, а продавать – это тоже близко к исчерпанию, потому что доступные ресурсы выгребены, остальные надо, так сказать, вкладывать, чтобы их развивать, так сказать, и вытаскивать на рынок. А конъюнктура мировая падает, потому что кризис не только у нас, кризис глобальный. Вот такая веселая ситуация, которая, так сказать, по науке должна, по идее, заканчиваться фазовым переходом. Вот этот процесс мы сейчас и наблюдаем. Мы сейчас наблюдаем замечательную картину падения доходов от сырьевого нашего экспорта, причем не столько по объемам, сколько по цене. У нас как-то так хитро получилось, что наш российский газ теперь достаточно свободно и спокойно продают потребителям почему-то под видом американского СПГ. Я так понял, что этот замечательный ноу-хау будет развито дальше, и у нас к нашим ресурсам приделают посредников, которые, собственно, всю моржу и отожмут. Вот, тоже такая замечательная геополитическая перспектива. Мне вот безумно интересно посмотреть, как наше высшее политическое руководство будет эти проблемы решать. Ну, хотя... Евгений Юрьевич, ну если бы, допустим, вот прозрело высшее военно-политическое руководство России, и обратилось... Ну, допустим, да, допущение же можно сделать. И обратилось, допустим, опять к тем, ну, скажем так, хоть вы сами сказали, что это слово заезженное политологам, юристам, грамотным специалистам, вы все-таки выпускники юридического факультета, вы юрист по образованию. И сказали бы, вот дайте нам программу сейчас, чтобы там было раз, два, три, четыре закона, которые бы позволили нам все-таки выйти из кризиса. Вот какие бы предложения были бы с вашей стороны? А кому? Понимаете, меня вот на спецкурсах учили, что информация бессмысленна без указания источника. Она не имеет ценности. Точно так же, как и политическая программа должна иметь команду, способную и намеренную эту программу реализовать. В какой смысле предлагать что бы то ни было людям, у которых есть своя программа? И менять они ее не намерены. Вот. Они намерены единственное, это каким-то образом покрасить ее снаружи, чтобы она была привлекательной для населения, и народ тихо бы заткнулся, и свое мнение при себе бы оставил и демонстрировал только на выборах. Вот. Это светлая идея, но я, честно говоря, не очень все понимаю политический механизм реализации этого, в общем, волшебного плана. И как это, в принципе, технически можно сделать, обладая сокращающимися ресурсами. Они сокращаться сейчас будут по экспоненте. Мы сейчас в самом начале этого светлого пути. У нас еще ресурсы не проедены, у нас еще Газпром до сих пор верит, что он выйдет обратно на уровень рентабельности, и все такое прочее. А Газпром сейчас не на уровне рентабельности, получается, да? А я вам сейчас даже могу точно сказать, у меня по странной случайности открыто. Вот. Сейчас, секундочку. Откроется страничка. Цена экспорта Газпрома продолжила падение ниже уровня рентабельности. Средняя цена экспорта газа Газпрома в июне 2020 года снизилась до 82 долларов за тысячу кубометров с 94 в мае. По оценке Филипп Рейтингс, уровень безубыточности для Газпрома это 105 долларов за тысячу кубов. В январе, по данным Федеральной таможенной службы, средняя цена по экспортному портфелю Газпрома была 162 доллара, в феврале 143, в марте 125, в апреле 109, в мае 94. В мае 2020 года экспортная выручка от газа составила 1 триллион 123 миллиарда, а в июне 2019 года 2 миллиарда 560 миллионов, то есть приблизительно более чем вдвое больше. Хорошая такая динамика, и я, честно говоря, в упор не вижу, с какого перепуга она улучшится. Значит, да, кстати, спотовая цена в Европе, котировки на день вперед голландской ТТФи, восстановилась до в среднем 57 долларов за тысячу кубометров, с 52 в среднем за май. Сейчас цена на ТТФ восстановилась до уровня 86 долларов за тысячу кубометров. Это так, циферки. А ничего другого у нас нет, кстати, на экспорт. Оружие, при всем моем уважении к нашему комплексу военно-промышленному, это рынок достаточно жесткий, там особо не нарастить. То есть он какой есть, такой он и будет, и вряд ли он будет расти в разы. Не то, что я динамику отрицаю, но положительную имеется в виду. Но я не представляю, что он сможет компенсировать падение от сокращения экспортных доходов по сырьевым позициям. Вот мне просто интересно, каким образом можно поддерживать крайне дорогостоящую государственную машину в условиях сокращения, в общем, доходов и бюджета из страны как таковой. А есть по этому поводу какие-то предположения или нет? Вот за счет чего тогда это все держится? Ну, во-первых, у нас довольно большие запасы. Они сейчас как раз находятся в процессе проедания. У нас было порядка 12 триллионов в этих всех фондах национального благосостояния. Осталось сейчас 8. Их еще хватит, ну, минимум на полгода, а то и на год. В зависимости от разных факторов внешних и внутренних. А потом? Ну, потом будет действовать стратегическая программа, которая в общем случае сформулирована еще где-то тысячу лет назад и звучит в одну фразу следующим образом. Любой эффективный бизнес в конце всегда предполагает эвакуацию. Российская Федерация – это чистый бизнес-проект. Он даже конституционно ограничен в плане идеологии. А если убрать идеологию из системы образующих, в общем, факторов государственного строительства, мы получаем рынок. Понятно. И тогда как важно... Идеология не нужна, там вполне хватит, в принципе, биржи, котировок, маржи и всего прочего, что, в общем, наработано на человечестве в этом плане. Евгений Юрьевич, ну, допустим, вот произошел этот сценарий. Проели запасы, экономику эвакуировали. Ну, имеется в виду, конечно, верхушка. Она эвакуировалась, она уехала. Мы остались. Вот я остался точно, никуда я не собираюсь. Владимир Викторович остался. И вы остались. Вот мы все остались. Что мы будем делать? В идеале сдохнем. Вот. Потому что это наименее затратно для бенефицаров нашего проекта. А так придется восстанавливать государство и страну. Нет другого пути. Если восстанавливать государство и страну, по какому пути надо идти? Вот есть несколько, да, путей, но историческое перспективно говорить. То есть это должна быть что-то типа диктатура Муссолини, красный проект. Вот если аналогии из истории взять, к чему можно было бы... Я понял. Ну, общее направление, если не брать кладбище, то вариантов, кроме реинтеграции, нет в природе. Поодиночке точно сдохнем. Причем неважно, будем мы это делать тихо или будем, соответственно, каждый на своем клочке земли ерепеницем. А интеграция, интеграционные проекты, они могут быть разные. Проблема в том, что, например, для проекта условного Муссолини, то бишь корпоративного государства, и любого проекта интеграционного, построенного на капиталистических принципах, требуется найти того лоха, который будет работать бесплатно, либо кого можно грабить. Без этого капиталистическая экономика современная тупо нерентабельна. Она имеет отрицательную прибыль. Она тупо убыточна. Потому что, когда вы грабите то, что построено другими, например, советские заводы, советскую промышленность, и то, что там было настроено, то, безусловно, рентабельность значения не имеет. Если вам попал в руки Боинг рейсовый, то, безусловно, продать его по цене алюминиевого металлолома, в принципе, вам выгодно. Потому что это со среднего Боинга будет не один миллион долларов, порядка миллиона долларов, даже если действительно распилить его по цене железа. А вот для того, чтобы его построить, кто-то же ресурсы туда вложил по-настоящему. То есть эта машина как стоила 100 миллионов долларов, так и должна стоить. И вот эта маржа, вот эта разница между продажей за металлолом и строить стоимостью простройки, и, собственно, составляла экономическую базу Российской Федерации. Мы в нее и уложились. Если не врет Касьянов, то в 2%. Вот. Сейчас, когда уже пилить нечего, все построено, уже каким-то образом хозяев обрело, и у них бесплатно не отберешь, то, соответственно, надо строить заново. А для этого нужен интеграционный проект, который сможет сплотить людей в какую-то целеустремленную такую общественную структуру. Это без идеологии невозможно, а для этого придется менять Конституцию. Конституцию менять в этой части нельзя. Вот. Соответственно, фазовый переход, видимо, будет весьма глубоким, потому что в нынешнем формате у нас, получается, выхода нет. Куда мы не ткнемся, мы упираемся либо в отсутствие ресурсов, либо в категорический запрет некоторых методов управления страной. Вот такая получается замечательная вещь. А на ваш взгляд, есть на сегодняшний день хоть какая-нибудь политическая сила, которая могла бы эти реинтеграционные процессы у нас запустить? В публичном пространстве нет и быть не может. Понятно. А коммунистическая партия, которая существует на сегодняшний день, то есть, я имею в виду КПРФ? Я вам, ну, правда, на память не воспроизведу, но с помощью интернета я штук 20 названий вам накидаю. Включая КПСС, ВКПБ, РКПБ, РСДРПБ и так далее. Не считая всяких новых, типа, Союза коммунистов или еще какие-нибудь, значит, светлые, значит, измышления в этом плане. Это все разговоры не стоят, в принципе, начиная с КПРФ. КПРФ просто предатели. А что касается остальных, это либо маргиналы, либо, в общем, достаточно грустные люди без каких-либо перспектив на светлое политическое будущее. Более того, как учит нас наука политология, не вот это безобразие, которое в телевизоре, а вот это реальная дисциплина. Она говорит, что никогда в истории человечества один проект успешный второй раз в прежнем неизменном виде не взлетал. Всегда требуется трансформация. Это не столько, так сказать, импирика, сколько вполне такие... Продолжение следует... Продолжение следует...